Сегодня у нас обзор Clipsch RP-4000F Это маленькая, однако напольная конструкция от Clipsch Акустическая система. Вы видите, как она выглядит Сейчас я покажу, что скрывается под грилем, съемным грилем На магнитных застежках, как во всей линейке RP Видите, из пластика гриль Магнит акустически прозрачно закрывает динамики от механических повреждений Ну и декоративная тоже функция выполняет Прирезиненный хрупорок Clipsch в питере И два маленьких мид-вуфера, которые качают этот резонатор Корпус резонатора, корпус фазоинвертор На задней стенке расположен прямоугольный фазоинвертор с раскрывом Характерный для колонок липшей, терминал с возможностью подключения по бивайлингу и биампингу На сайте производителя модель представляется как небольшие напольники для киношек и музыки С невероятным звуком, обеспечиваемым фирменной рупорной технологией Clipsch Trug 3 с вуферами с диффузорами из керамометалла Или сером металле, как правильно называется эта технология Из основных отличительных особенностей отмечено Однодюймовый титановый LTS Twitter С нагруженной на рупор с трактрисой Пара 4-дюймовых вуферов Выполненных по запатентованной технологии серометаллик Бас рефлекс, то есть фазоинвертор порт Направленный назад И тоже нагруженный на рупор по трактрисе Также отмечаются двойные терминалы для подключения по би-вайрингу, биампингу Также отмечается съемная на магнитных защелках накладка гриль Которая защищает динамики и служит декоративной накладкой также Ну и размеры приведены здесь в дюймах Давайте посмотрим, что это за особенности такие Про гибрид трактрис Горн я рассказывал в каком-то обзоре Это запатентованная форма рупоров клипша, влияющая на дисперсию и звуковое давление излучателей Вот анатомия Горна Рупора, посмотрите из каких узлов он состоит Вот сам излучатель, твиттер, а это сам рупор Вот твиттер детально Кому интересно, может увлекательно провести здесь некоторое время А вот собственно керамометаллические диффузоры вуферов Низкочастотных динамиков В результате инжекции выдува из смеси меди и графита Диффузоры получились сверхлегкими и сверх жесткими при этом Не устою повторять, что диффузоры это гордость и фенечка всех приличных аудиолабораторий У клипша вот такие вот Вот кстати вуферы детально Но тут ничего особенного Дуслойная катуха, штампованная корзина, большой магнит и эти самые диффузоры Далее трактрикс, порт плюс дюал терминал Тут расписаны преимущества фазоинвертора с выхлопом по трактрисе Показаны потоки воздуха, которые чудесным образом не завихряются при такой форме порта Также вы видите терминалы с отдельными отводами от ВЧ и НЧ секций Колонки, которые могут быть использованы вместе или отдельно Finish it to perfection Ооо, неужели вот такой вот диван идет в комплекте с колонками? Увы нет, к совершенству эти колонки приближают, но избирательно Только в плане звучания, остальное у каждого по-своему Ну что ж, тоже неплохо Что у нас с параметрами, спецификацией Вы же любите цифры? Щаааа Вот, частотный диапазон 37 Гц, 25 кГц Чувствительность 95 дБ Аж Держит мощность 75 Ватт Продолжительную 300 Ватт в пике Номинальный импеданс 8 Ом Проверим Частота раздела кроссовера 1500 Гц Так низко, при таких небольших вафировочках Ну, сэр Пол Клипш знал, что делает Его последователи, надеюсь, тоже Модель-то свежая, 2018 года Тут еще раз отмечаются особенности модели Для особо озабоченных граждан Ну, а мы, наверное, все же послушаем, как они звучат Для понимания работы резонатора этого устройства Я измерю кривую импеданцию и вам это покажу Вот такая вот кривая с настройкой фазоинвертора Примерно на 65 Гц С просадкой на 200 Гц До 263 Ома Это как бы немного Это даже маловато Поэтому будьте внимательны При выборе усилителя Для этой, в принципе, хорошей акустической системы Итак, я расставил колонки в помещениях Где тестировал и другие модели Клипшей Запущу тот же набор треков И мы сможем сравнить по звучанию И оценить прогресс от модели к модели Влияние конструкции на звук И каждый затем для себя сможет Сформировать мнение о той или иной модели ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok